Привет друзья! Как я и говорил в предыдущем ролике о OnePlus 6T, он покорит всех. И по моему мнению, так и вышло. Давайте сразу о том, какие фишки OnePlus 6T мне понравились и почему это один из самых лучших флагманов на сегодняшний день. Начнем с производительности. Здесь в принципе все понятно. Его уже протестировали в Antutu и оказался он лидером, набрав 290 тысяч баллов. Но на это мы внимания не обращаем, потому что синтетические тесты всегда были лишь абстрактным показателем возможной мощи. Да шучу я, в реальности что может пойти не так, если внутри Snapdragon 845? Кстати, компания отказалась от установки 64 гигабайт памяти. И теперь самая младшая модель оснащается 128 гигабайтами памяти и 6 гигами оперативки. Так что я бы смело покупал якобы младшую версию, которой уверен хватило бы с головой. В топовой версии 8 гигов оперативки и 256 гигов постоянной памяти. Стремимся к идеалу, так сказать. А вот сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей, здесь работает молниеносно. И хоть OnePlus не первый, кто такое сделал, судя по отзывах и по лично увиденному, работает он реально быстро. Известный блогер Джерри Рик Эврисин уже успел протестировать смартфон на стойкость к царапинам. И в целом он себя показал хорошо. Не самый лучший, но и далеко не самый слабый. Покрывается дисплей самым новым стеклом Gorilla Glass 6. Но оно, как и два предыдущих поколения, расцарапалось уже на шестом уровне твердости. Для примера, последние айфоны, самсунги и так далее, также на этом уровне давали сбой. И хоть ценник постепенно растет, все же это на данный момент один из лучших вариантов в сегменте топовых смартфонов с ценой менее 600 долларов. Это очень круто. Не стоит сравнивать его с айфоном, так как используются совершенно разные хардверные и софтверные комплектующие. Но все же, я уверен, что если убрать с поля зрения камеру, то этот смартфон реально будет точно таким же, как айфон XS, только в два раза дешевле даже в топовой комплектации. Да, камера многих экспертов и блогеров, которые видели, как снимает аппарат, не удивила. Я лично понимаю, что камера сейчас это один из главных факторов в смартфоне, особенно во флагмане. Ночная съемка подкачала, шумы есть и картинка смазанная слегка. Да, это недоработка. Или же просто желание уже через полгода взорвать нахрен рынок моделью OnePlus 7, где камера будет заметно круче и будет флагманской по-настоящему. Ну, после Samsung S10, конечно. Если вам интересно узнать, что же там будет в Samsung, то подписывайтесь на канал, если еще не подписаны и нажимайте колокольчик. Ведь о камере, что вероятнее всего будет устанавливаться в Samsung S10, я расскажу уже в следующем видео. Всем удачи и добра. Пока.